Добрый день, я постараюсь уложиться в меньшее время, поскольку если мы говорим о проблемах осознание, либо это очень долгий разговор, проблематика очень обширная, очень нестойкая, ну, либо мы как-то только лишь контурно можем ощутить, ощертить проблемы. Я бы коснулся бы двух взаимосвязанных, но не скажу даже проблем, задачи, каким образом может быть построена наука осознания, не исследования сознания с точки зрения нейропсихологии, психологии, периодических различных наук, а именно как наука осознания, точно так же, как есть наука, скажем так, о материальном мире, существует у нас физика, существует наука о живом, о биологии, существует наука о психических проявлениях, психологии, может ли существовать такая консоэнтология, как таковая. Это одна тема, и с ней очень тесно связана уже чисто прагматическая проблема, которая сейчас начинает все острее и острее формулироваться и осознаваться, это проблема формирования новых когнитивных инструментов. Ну, сначала пару слов о проблематике науки осознания, в общем-то, консоэнтологии. В чем здесь главная проблема, которая у нас заключается? Когда мы имеем дело с обычными развитыми науками, у нас всегда есть некоторые процедуры исследования и процедуры передачи результатов этого исследования другим, так и следователям, так и более широкой публике. Когда мы начинаем работать с сознанием, здесь возникает другая проблема. И сознание – это все-таки субъективное переживание. О сознании мы обычно говорим, там, в рамках психологии, тогда мы отражаем сознание в каких-либо поведенческих актах. В рамках нейропсихологии, нейрофизиологии мы отражаем акты сознания, опять-таки, в каких-то регистрируемых феноменах. А вот когда мы говорим о сознании как о таковом, когда мы погружаемся внутрь сознания, операции, которые провожу внутри себя, это операции, недоступные в наблюдении другого человека как такового. Но тем не менее, если мы хотим построить именно науку, мы должны составить определенные процедуры, создать определенные процедуры, которые позволяют нам передать вот этот внутренний опыт, который мы получаем, другому человеку с минимальными искажениями. Когда мы пытаемся дать описание внутренней феноменологии, мы сталкиваемся с тем, что сам язык для этого не вполне приспособлен. Вот это вот проблематика, которая у нас существует. То есть, если мы хотим говорить о науке о сознании, мы должны выработать определенные процедуры, которые позволяют нам внутренний опыт передавать другим людям. И опять-таки, когда мы начинаем говорить о консентологии, мы должны здесь четко понимать, что существует развилка, которая уводит либо в обычные науки, тогда, когда мы говорим, что сознание это локальный феномен, который привязан к определенным живым существам, вот в рамках этих живых существ сознание существует. Либо сознание как нелокальный мир. Вот представление о сознании как о нелокальном мире, оно существует, не скажу даже в рамках психологии, скажем так, об этом только лишь отдельные слова говорятся. Вот на представление о нелокальном сознании, оно действительно сейчас достаточно широко распространено в физической среде, потому что, несмотря на то, что физика не имеет дело с сознанием как таковым, но определенная феноменология заставляет вести вот такого рода представление. И когда мы говорим о науке о сознании, здесь, когда мы подходим к этой развилке, удобнее, конечно, сделать вот этих шаг в сторону представления о нелокальности сознания. То есть, точно так же, как мы, когда мы исследуем, допустим, окружающий нас физический мир, мы говорим о некоторой нелокальности физики. То есть, у нас есть вода и по отношению к ней существует гидродинамика, вот, но существует физика, по отношению к которой вода это только лишь одна из вариаций, не более того. Вот каким образом мы можем рассуждать о сознании в данном случае. Если мы говорим о сознании как о нелокальном мире, как о нелокальности, мы этим самым обращаемся еще к большому объему феноменологии, которая никак не ассимилирована существующим научным знаниями. Я имею в виду паранормальные феномены, с которыми сталкивается, ну, почти каждый человек в своей жизни, но они отметаются, поскольку они не включаются в системы описания, которые существуют в науке. То есть, если оно есть, а для науки оно не существует. Но если мы говорим о нелокальном сознании, тогда вот все то, что связано со взаимодействием людей, с десантными взаимодействиями со всем остальным, оно получает, по крайней мере, ну, какую-то схему, которая позволяет нам уже отталкиваясь от этой схемы работать дальше. Вот поэтому представление о нелокальности сознания, оно представляется здесь центральным и важным, вот, и при этом, что, собственно говоря, относится тогда к этой нелокальности. Когда мы говорим о феноменах сознания, мы можем условно выделить, скажем так, вот четыре слоя сознания. Это условное чисто рабочее разделение, поскольку, опять-таки, концентологии как науки не существует, и поэтому мы всегда пользуемся теми схемами, которые лежат просто рядом с нами, не более того. То есть, мы можем говорить о предметном слое сознания, то есть том слое, в котором мы обычно обитаем, где мы видим мир, расчлененный на отдельные объекты, связи, отношения между ними, характеристики и прочее, прочее. Мы можем говорить о фоновом слое сознания, то есть то, что находится между выделяемыми фигурами, как таковыми. Вот есть методы, которые позволяют нам выйти в переживание этого фонного слоя, ну, или феноменология, которая возникает у людей в ситуациях, там, крайней опасности, когда они начинают воспринимать всю ситуацию целиком, как нечто единое. Мы можем говорить о смысловом слое сознания, ну, и о субстанции, как таковой, в общем-то. Смысловой слой сознания – это наиболее интересная для нас вещь. Переживанию этого слоя и вообще вот к тому, к тем границам, когда психология подходит уже к консцентологии, как таковой, вот здесь вот мы можем говорить о смысловом слое сознания. Смысловые теории сознания существуют. Вот мы проводим линию от Налимова, скажем так, как Фердову, Агафонову, который апеллирует на меня представлением о смысловых теориях сознания, как таковых. Но надо сказать, что и философское исследование этого вопроса тоже подводит фактически к этому. То есть я бы здесь выделил бы скорее линию Гуссерльф, Налимов, Агафонов, который подводит именно к этому краю, с которого начинается уже переход психологии, консцентологии, как такового. То есть, ну, что такое смысловый слой сознания? Можем ли мы его приписать отдельному человеку или это нечто, которое относится к сознанию как таковому? Вот вопрос первый, который здесь у нас возникает. Опять-таки, наличие феномена дистантного взаимодействия, который никак не ассимилируется с существующими научными средствами, подводит нас все-таки к тому, что мы можем говорить о смысловом слое как о том, что принадлежит сознанию как таковому, то есть нелокальному сознанию, которое не приписано конкретному отдельному человеку. Вот и здесь мы пересекаемся еще с одной тематикой, которая поначалу кажется удаленной от этой нашей темы, но которая, тем не менее, позволяет нам тоже сделать определенные шаги в этом направлении. Я имею в виду проблематику разработки новых когнитивных инструментов. То есть, мы сейчас уже некоторое время находимся в ситуации, когда тот когнитивный инструментарий, который у нас есть, недостаточен для воспроизведения многих феноменов, но именно в рамках теоретических схем, модельных экспериментов и прочее, прочее. То есть, когда мы говорим о когнитивных инструментах, мы говорим об определенном инструментарии, который позволяет нам описывать мер, давать определенные прогнозы, производить операции с этим мером и в конечном итоге дает возможность создавать определенные технические устройства. Ну, в широком смысле это слово. Мы можем говорить о технологиях, допустим, о социальных технологиях и прочее, прочее. Но вот когда мы говорим о когнитивных инструментах, как они устроены, по сути дела. То есть, у нас есть некоторые базовые операции в сознании, смысловые операции. У нас есть отражение этого определенной образной системе. У нас есть отражение в культурных феноменах. И у нас, наконец, когда мы подходим уже к инструментарию как таковому, появляется отражение в определенных знаковых системах. Вот и самое главное, формализованных знаковых системах. Как только мы получили формализм, все, мы получили уже действительно инструмент, поскольку формализм одинаковым образом передается от одного исследователя к другому исследователю. Формализм дает нам возможность осуществить именно эту передачу как таковую. А какими когнитивными инструментами мы пользуемся? Это определенные операции в сознании, которые связаны с уделением тех или иных фигур. Отражение в знаковых системах в языках, которые организованы вполне определенным образом. И те языки, которые мы знаем, естественные языки, искусственные языки, которые создаются в больших количествах, это все языки, которые сохраняют свою линейную дискретную структуру. То есть у нас есть последовательный знаков с одной стороны. И описание идет как последовательное описание ситуации. Вот. Или последовательное описание операций, которые можно произвести там на тех или иных технических системах. Вот у нас есть еще характеристика дискретности языков. То есть мы оперируем вполне определенными знаками, которые у нас зафиксированы как знаки, как таковые. То есть это либо буквы в алфавете, либо символы в математике и прочее, прочее. Вот это вот линейно-дискретное строение языка позволяет нам производить операции по сборке-разборке различных систем. Вот. И выделение этих операций в качестве действительно инструментария привело к тому, что мы живем в мире, ну, в котором живем. В тот мир, который нам удалось построить. Вот. Но рядом с нами находятся феномены, которые мы не можем промоделировать, как это выявили. Хотя, в общем-то, они рядом с нами есть, и вроде бы даже мыслительные операции для этого существуют. Ну, вот. Есть, например, проблема целостности. Причем первая работа, которая была посвящена в попытке моделирования. Проблем целостности относится еще к 1977 году, когда была опубликована статья Георгия Смирнова к вопросу о построении идеального целостного объекта системных исследований. Была эта статья. Вот. И с тех пор, в общем-то, при всем том, что постановка была сделана, были проведены определенные разработки. Вот. Они подошли к тому барьеру, за который нельзя перейти, поскольку, когда мы говорим о целостностях, мы говорим о некотором феномене, который мы можем описать только лишь путем круговой процедуры взаимоопределения его свойств, то есть то, что выходит за рамки обычной логики. И вот здесь вот мы подходим к этому барьеру, и в конце концов, выводом Георгия Смирнова было то, что мыслительных средств для моделирования целостности не хватает. Вот. Но это был 1977 год, там работы в целом были проверены до 1983 года, хотя вот его логика целостности вышла в этом, если не ошибаюсь, в 2013 году, в 2013 году. Это все. Последние лет 20-25 мы сталкиваемся с тем, что вот эта проблематика постоянно возникает, причем она регулярно фиксируется в текстах, которые начинаются со словом «логика». Ну, в логиках, вводная логика Дебанова, логика всеединства Вячеслава Моисеева, у него здесь будет выступление, с моей точки зрения, одно из наиболее интересных, поскольку это очень проработанная система построения когнитивного инструментария, как таковое. Там логика смысла, я имею в виду Андрея Смирнова, него, французского коллеги, в общем-то, вот эту работу, которая оперирует, которая пытается исследовать именно то, каким образом мы можем работать со смыслами, их описывать, как таковое. Процессуальная логика, ну и прочее, прочее. Вот когда мы сталкиваемся с такого рода текстами, каждый раз они подводят нас к тому, что есть некоторый барьер, за которым мы можем выйти только лишь тогда, когда мы подготовим соответствующие когнитивные инструментарии. В чем здесь проблема? Операции, в которых апеллируют эти тексты, они у нас присутствуют в нашем сознании, операции по выделению целостности, мы постоянно этим пользуемся, мы постоянно видим такие объекты, а построить, скажем так, вот языковые модели, этого мы не можем. У нас нет возможности отразить в соответствующей знаковой системе. И когда мы подходим к такого рода проблематике, она не только этого касается, есть же проблематика управления объектами принципиально более сложными, чем тот, кто управляет этим объектом, исследование объектов, которые более сложны, чем сами исследователи, с сохранением той сложности, о которой мы имеем дело, описание объектов, которых нельзя выделить отдельные свойства, качества. Например, когда мы говорим вакуум, мы не можем его писать на обычный способ, мы только лишь фиксируем именем вот этот феномен, не более того. Мы не можем зафиксировать, скажем там, каким образом у нас идет переживание того нашего «я», вот о чем тут речь, что от того чистого «я», из которого проистекает все остальное. То есть каким образом мы можем вести такого рода работу. И тут возникает задача построения соответствующего инструментария и соответствующих языков, которые уже не сводятся к последовательности отдельных знаков. Работа в этом направлении тоже, в принципе, ведутся. То есть они подводят сейчас действительно в той точке, с которой это все может начинаться. Но речь туда идет о том, что знаковые системы, которые должны создаваться, они уже к нам не приходят из культуры как таковой. Культура нам дает определенные языки, там схемы работы и прочее, прочее. А то, что необходимо создать вопреки тому, что существует сейчас. То есть, безусловно, подходы есть. Есть визуальные языки, которые делают первое направление. Самая абстрактная живопись, когда она возникала, она апеллировала именно к этому. Но есть определенные художественные образы того, как это может происходить. Ну, от Игра Бисера, например, Гесса. На нее сюда можно сослаться. То есть там беречь идет о некоторых процедурах движения смысла по разным средам проявления. Вот здесь мы подходим как раз к этой проблематике работы со смыслами, с которой я начал свое выступление. То есть, если мы хотим выстроить новый когнитивный инструментарий, новый язык, то мы должны отработать эти операции развертывания смысловых переживаний в те или иные формы. То есть, вопреки тем языкам, которым мы пользуемся, то есть языкам, где знаковые системы не тут же вызывают у нас понимание, то есть активизацию смыслов, мы должны говорить об активизации смыслов, которые сами по себе, попадая в различные знаковые среды, позволяют нам создать те или иные структуры. То есть не о языках знаковых, а языках развертывания смыслов, когда центральная процедура является не набор знаковых их соответствия, а набор процедур, которые позволяют нам выделить смысловые переживания и перевести их уже в те или иные формы, в той любой среде, в которую попадает эта операция. Когда мы начинаем говорить о такой проблематике, мы тем самым делаем определенные шаги к тому, чтобы действительно подойти к консентологии как таковой. Потому что тогда операции со смыслами у нас становятся отражаемыми в тех или иных системах, появляются системы, которые позволяют нам добиться идентичных смысловых переживаний у людей, и идентичного выражения этих смыслов в той или иной системе. Это отдельная большая тема, если это будет интересно, я сюда могу на эти вопросы ответить. Да, спасибо. Какие вопросы есть, товарищи? Алексей Николаевич, дорогие друзья. Спасибо большое за доклад. Подойдите, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Вопросы, они такие короткие, я сформулирую. Значит, первый вопрос. Существует ли у вас методика исследования интроспекции самого исследователя, который работает с феноменом сознания? Если да, то тогда вопрос следующий. Каким образом, какой существует инструментарий перевести чисто субъективное, можно сказать, восприятие и механизмы на уровень вот такого аффективно-научного процесса? Это первый вопрос. А второй, ну, просто уточнить хотелось бы, потому что это, собственно, очень чрезвычайно интересный вопрос и чрезвычайно интересная тема. А вот я так понял, что тезис у вас звучит таким образом, что не существует адекватного инцентра для описания искусства сознания. Значит, необходимо придумать новую. Необходимо придумать искусственный язык. Я так понял, это линеарно-дискретный язык. Ну, вопрос, наверное, даже достаточно простой в том плане, а как записываться, при помощи какого символического аппарата можно это зафиксировать? Ну, собственно говоря, как это выглядит? Ну, да, это две взаимосвязанные темы. Поэтому я сразу на эти два вопроса дам один ответ. Хорошо? Значит, ну, во-первых, какие могут существовать процедуры, которые позволяют нам манифицировать опыт и передать, в общем-то, внутренние переживания другому человеку. То есть для этого нам необходима процедура, которая позволяет смысловые переживания выразить в определенной форме. Ну, скажем так, пусть это будет какой-то визуальный образ. Так, чтобы он был внятен и точно так же расшифровывался другим человеком, приводил к тому же понимание. Какой феномен мы здесь можем использовать? Ну, феномен санэстезии, в первую очередь. Вот санэстетическое переживание, что лежит в его основе? Есть некоторые базовые смысловые переживания, которые привязываются к тому или иному чувственному проявлению, и оно переносится на другую чувственную силу. Правильно? Ну, знаменитый пример у Аркемио, это, кстати, позаимствованный нам уже передать сообщение. Перед нами находится сладкое блюдо или горькое блюдо. В нашем распоряжении имеется только лишь круг и зигзаг. Ну, понятно, что когда мы передаем, что это сладкое, мы передаем с помощью круга, горькое с помощью зигзага. Несмотря на то, что индивидуальные вариации могут быть различными, но для передачи мы будем использовать эти знаки на самом деле. А что общего между ними? Базовое смысловое переживание. Если мы получаем, допустим, набор понятий, пиктографируем их, получаем пиктограммы, набор пиктограмм, то человек, который создает пиктограммы, сам их опознает, так или иначе, правильно? Но другие люди будут создавать другие пиктограммы. Если мы проводим процедуру, которая позволяет нам унифицировать появление этих пиктограмм, то, что мы называем аидограммами, там мы получаем уже вот некоторый процесс, который позволяет нам одинаковым образом выражать одинаковый смысл. Процедура здесь в этом отношении тоже достаточно простая. Мы создаем, кстати, набор пиктограмм с помощью определенных визуальных средств, которые заданы у нас, ну, допустим, с помощью вертикальных или горизонтальных отростков в линии с числом не более четырех, там красного, там черного света, вот, или кругов, там их сочетания, прочее, прочее. Вот, когда мы производим пиктографирование набора понятий, там 10, 15, там 5 понятий, они имеют значения сколько, мы получили этот набор. Люди, которые участвуют в этой группе, с какого-то момента начинают их опознавать, но задача в том, чтобы добиться одинакового изображения при любом наборе понятий, которое нам передается поначалу. Для этого тоже существует вполне определенная процедура, то есть я рисую свои пиктограммы за себя, за то, как нарисуют мои товарищи по группе, и за то, как они нарисуют за меня. Вот, как показывает опыт, порядка 40-60 таких повторений достаточно для того, чтобы уже группа начала одинаковым образом создавать пиктограммы на тот или иной набор понятий. Но это еще набор понятий, понятно, он подвязывается к определенному языку, и прочее, и прочее. А наша задача расширить эту вещь. То есть тогда, когда мы начинаем передавать и внутренний субъективный опыт. То есть шаг, который к этому следует сделать, вот его не делают, отдельное только лишь проявление в этом плане есть. Это передача с помощью такой пиктограммы, с помощью эдограммы, ну, того или иного навыка, скажем там, из того, что получалось, скажем, в нашей практике, вот эта передача почерка. То есть почерк фиксируется в виде определенной эдограммы, переживается другим человеком, и он воспроизводит в основном этот почерк, не зная того, какого почерка, у человека, который этим занимается. Вот тогда мы получаем уже вполне определенные процедуры, которые позволяют нам это сделать. То есть, и тогда у нас появляется вот эта вот специфическая, назвать это объективизация, не рискнул бы, некоторая субъективизация бы, сказал бы, но общая для тех, кто участвует в этой процедуре. А что это означает? Это означает, что у нас активизирована смысловая зона, одинаковая у всех членов группы, но в идеале, понятно, мы говорим, в идеальной структуре. И процедура, которая позволяет нам перевести какие-то смысловые переживания в той или иной знаковой среде в одинаковые формы. И тогда мы получаем уже эту процедуру работы. Примерно так. Я не хочу сказать, что это какая-то такая развитая область сейчас. Понятно, если бы мы эти языки уже создавали бы и начали им пользоваться, мы жили бы уже немножко в другом мире, в том числе технологическом мире. Но, по крайней мере, шаги в этом направлении сейчас делаются. Могу сказать, что это делается. И что еще? Может быть, еще что-то упустило из вашего вопроса? Старый вопрос про язык. Как записываться? А, ну как записываться? Такие символы. Да, ну смотрите. Вот если мы говорим о наборе символов, мы опять-таки находимся в ситуации, когда символы предопределяют смысловое переживание. Правильно? К нам поступил знак, мы поняли, что это такое. У нас противоположная процедура. То есть есть смысловое переживание, которое, реализуясь той или иной знаковой среде, порождает там те или иные формы. Существует для этого несколько подходов. Вот мы пользуемся, скажем, там визуальными языками, ну типа пиктограмм, пиктограммы, то есть тогда, когда заданы определенные ограничения, там по цвету, допустим, по формам, которые можно использовать. Вот и добиваемся единообразия в этом плане. Существует еще один, мне кажется, более перспективный даже в этом отношении проект, поскольку здесь возможно введение уже, введение процедур, которые позволяют распространить этот язык на большие масштабы. С эдограммами там проблемы. Когда мы эти процедуры производим, понятно, занимает определенное время, ограниченное число людей в этом может участвовать. Вот есть, не скажу, разработка, но по крайней мере идея РН-языка. РН-язык, который был зафиксирован, описан, ну кратце описан, Романом Михайловым. Это битерский математик, в общем-то, жалко, что его тут нет. Он был бы, конечно, очень интересен. Я его приглашал, но он говорит, что он не любит выступать, скажем так. Там, где речь идет о некотором языке, который представляет собой не набор, опять-таки, отдельных фиксированных символов, а некоторую процедуру, когда у нас идет развертывание линии, различных завитушек, которые можно из этих линий делать, и прочее, и прочее. То есть мы получаем некоторые непрерывные, тогда вот такой вот, как бы, текст, в котором невозможно выделить отдельные элементы. Но, тем не менее, смысловой поток там понятен. Я бы сказал, что скорее такой РН-язык, он приспособлен больше для описания процессов. Потому что, ну, процессы мы как описываем? Опять-таки, фиксируя отдельные стадии процессов. Правильно? То есть у нас нет способа описания процессуальности. Мы процесс расчленяем на отдельные составляющие элементы, последовательные, просто все более и более дробные. Но, тем не менее, вот эту последовательность мы составляем для себя. Вот примерно так вот я бы сказал. То есть это не фиксация символов, а фиксация тех процедур, которые позволяют смысловые переживания перевести уже в те символы, которые возникают в данной конкретной знаковой среде. А следующая процедура, это может переносим, переносим это смысловое переживание в другую, третью, четвертую среду. И тогда у нас получается, что смысл перемещается по различным знаковым средам. Вот поэтому мы и называем вот этот проект языком развертывания смыслов. Потому что он может развернуться где угодно. Но опять-таки вот есть художественный образ этого дела в игре бисеру, где с этим. Там хорошо эта процедура описана. Ну, художественное видение, конечно. Спасибо. Понятно, что символические логики при описании сознания могут дополнять друг друга, могут так же вступать и в противоречие. В связи с этим встает вопрос о том, как возможен конфликт противоречий, как ему можно устранить. И в связи с этим у меня вопрос, как вы относитесь к логике Васильева, логике воображаемого. Не может ли она здесь работать, создавая это надпротиворечивое единство смыслов. Надпротиворечивая, по-моему, непротиворечивая логика, чем сегодня занимаются. Ну, работа Васильева в этом отношении чрезвычайно интересна тем, что проблема была поставлена, частично у неплассических логиков, реализована, а в основном нет. Знаете, вот та проблема, которую нужно решать сейчас. То есть это выход над операциями, по сути дела. Выход над операциями, который позволяет нам противоречивое описание, а тем не менее упорядочить, а как вам можно их упорядочить, опять-таки, за счет смысловых переливаний. Ну, представляется вот этот путь. То есть тогда, когда мы получаем несовместимые между собой модели, а это означает, что должны быть операции, которые работают с этими насовместимостью. Ну, для этого нужно все равно представить, скажем так, вот тот мер, который нам представляет, предлагает представить различных противоречивых моделей. Вот там, где есть несокрушимый столб, то есть сокрушающие ядро. То есть противоречиво, да, на уровне логики воображаем, вам может быть не то, чтобы снят, но выстроены в некоторое, а не другое, а иное. Да, да, другие, иные, иные анды, которые мы можем совершить. То есть иные способы реализации смысловых переживаний, которые можно превратить уже в какие-либо формы. Понятно, что поначалу вот такого рода работа она будет отхватывать небольшое число людей, то есть это представляет интерес, но если мы получим уже какие-то технологические реализации, да, тогда это станет не менее значимой процедуры, еще скажем, теологические процедуры, которые выплыли с обучать. Василий Медоменко в конце цифра в себе, он болеет, но у него очень интересные стихи, где он пытается выстроить особый мир, где все идет иначе, чем у нас, совершенно верно, это было основание. Поэтому вот этот воображаемая логика, это очень точное определение, того, о чем он пишет. Но я говорю, несмотря на то, что сколько времени прошло с этого времени, считай, больше 100 лет. А тем не менее, постановка есть, а решения нет, потому что эти процедуры не были отработаны. Прописать, конечно, но это будет не быть. Спасибо. Здесь еще вопросы. Еще раз большое спасибо.